Всем привет, дорогие друзья! Я продолжаю играть Dragon Age Origins. У нас есть еще 10 минут, и я должна успеть посмотреть, что за этой дверью. Потому что любопытство меня разбирает. Я думал, его давно уже в пыль стерло. В общем-то, эти призраки гномов будут враждебны к нам, но мы должны что-то сделать, а что я не помню. Они не просто так здесь, в таком вот странном состоянии. Сейчас мы потревожим духов. Вот реликвия Легиона Мертвых. Тень пустой породы. Камень обладает волей, которая окружает и направляет нас. Он ведет нас даже когда мы намеренно не замечаем его влияние. Однако же камень не чист. Он содержит почву древнюю, как само равновесие. Чтобы гном процветать, необходимо вырубать пустую породу. Примеси и неустойчивые крапления. Но пустая порода, так же как и камень, влияет на нас. Все мы должны бороться с ней, вырубая из себя на худшее. Но Легион Мертвых несет особую ответственность. Как ветераны Легиона, могут выйти на поединок с пустой породой, врубиться, вольтяну, оскорняющую изначальный камень. Камень окружает нас, и мы должны защищать его здесь. И цвет смыкается с тьмой. От этого кодекса, от этой записи у меня голова пухнет. От того, что я начинаю думать, чтобы понять всю логику гномов. То ли они кайми сравнивают с живой сущностью с человеком, гномом. То ли они сравнивают, как в каждом из нас есть чистая порода, так и какие-то тёмные крапления, как тут написано. Короче, не хочу думать. Иначе я сойду с ума. Тут ещё и големы должны быть, точно вспомнила. Ключ Легионера. Да, шлем Легионера. Наверное, нам нужно что-то открыть. А, ну всё. Всё открыли. Так, теперь все помогайте мне. Беги-беги. Да блин. Моригон, давай, всех лечи. Ммм, да. Кто тебе мешает, Огром? Славный день. Я вот думаю, в конце кого мне выбрать на поединке с Логейном. Ну, было бы правильно, конечно, выбрать первого стража, но вроде как Алистер будет претендовать на трон, но его сами как бы выделили. Вот, но... Ну, наверное, самому хотелось защищать свою честь. Тем более он мужчина из таких благородных людей, не как я имею в виду, там, наследних трона, а как человек. Человек чести, с моральными принципами. Я думаю, он хотел бы сам, как мужчина, защищать свою честь. Поединки с Логейном, я вот не знаю. Уступить... Уступить Алистеру, как вы считаете, или всё-таки Серому Стражу лучше сражаться? Я вот не могу определить, мне пока есть время подумать. Может, вы какие-нибудь варианты мне напишите? Пока не знаю. Ну, вот мы зашли сюда, и что? А, у нас ключ есть, там ещё рядом дверь точно. Сейчас мы ту дверь, которую рядом, и откроем. Мужчин, они убивают, они милосердны. А женщин, они хотят, хотят трогать, лепить, менять, пока ты не наполнишься ими. В смысле, они насилуют их, что ли? Рождение тьмы ещё. Чувствуют какое-то сексуальное влечение. Я думала, они вообще ничего не чувствуют, только у них в голове убить. Как мантра какая-то звучит, и всё. Как приказ архидемона. Странно. Ну, это же порождение тьмы, ничего удивительного. Какие-то страшные конструкции опять. Художники-то, порождение тьмы, ещё те художники. Она пересказывает процедуру, как из женщины делают матку. Видимо, сначала они кормят её, не знаю, человечными или себе подобными, потом развращают её, либо, не знаю, насилуют её, либо ещё что-то делают с ней. Непонятно, потом, значит, он раздувается, сереет и пахнет, как порождение тьмы, не знаю, скверна в ней какая-то развивается внутри, не знаю. Чудовище какое-то превращаться начинает. До конца, конечно, непонятно, как это всё происходит, но вот как вот она рассказала. Вот она, кстати. Красавица. Но это не Бранка, так что не пугайтесь. Бранку мы ещё встретили, и она тоже вслухнулась по нам. Вот эти щупальца, они постоянно будут вылазить, тут где-то дырки. Но я знаю, как с ней сражаться, я как бы уже это делала, и сейчас сделаю так. Единственный способ с ней сражаться, находиться здесь. И сейчас я этим и займусь. Вот отсюда мы можем, в принципе... Такие будут указания, пока можешь. Вот не можем. Почему-то она хотела туда идти подвижно. Блин. Это не вариант всё-таки. Может быть, Плэвер даст так сделать? Вот с этими щупальцами сражаться надо. Она ещё будет призывать этих поражений и тянуть себя. А Когран вообще что-то... Эй, 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 Эй. Кто же это, Эй, Эй? Сейчас вот хочу что-то сделать. Ну так, попробую это сделать. Так, нужно всех вылечить. Всё-таки, наверное, нужно её бить, конечно. А, ну да. А, ну да. Я стукла. Так. Нужно вылечить. Блин, ладно. Пусть будут все вместе. Нет! Я же испугалась, чтобы выпуски слады выбросила. О, potent. Пусть будет испугалась. Пусть будут всё вместе. Т Duncone. Выбросил... Впуски клуб наgence. И дальше, проходим... Главный герой сейчас убьет, поэтому использую все бомбы. Хоть как-то, а вот пораженные на тьму идут. Так, нужно с лайнер разобраться. Так, нужно с лайнер разобраться. Ух ты, щас расправимся с ним. Супер, казай. Кто-нибудь может кого-нибудь выращать? Давай, обрань. Ух ты, горячай. Включить я не могу себя. Сейчас меня выгоняют из-за компьютера, я думаю, что я проиграю. Но я уже знаю, как с ним справиться. Нужно найти места, где она эти щупницы не высовывает. В прошлый раз я пропала и нам нужно перепройти это существо. под название матка. Я знаю, как ее пройти. У нас есть бомбы у Серого Стража. И Магеса будет издалека помогать бить ее. Давайте повторим это сражение. Не зря я Вин одела броню другую. Так она более защищена от повреждений. Это существо невозможно назвать женщиной. Это подобие чего-то очень омерзительного. Вид у него схож с этой злой колдунью из мультика Русалочка в своей комнате. Такой же осьминог, каракадиша. Щебальцами. Так, нужно отвезти их подальше отсюда. Нужно, чтобы они были в безопасности. А теперь я попробую сделать это так. На расстоянии смогут они помогать мне. Так, я использую бомбы. Они у меня будут какое-то время восстанавливаться. Им нужно будет отойти на расстояние. Так, Вин нужно увеличить все. Отлично. А пока у меня устанавливаются моё умение. Но вряд ли она сможет её оглушить. Это бесполезно против такого чудовища. Отлично. А, использовала кулак. Угран нам поможет ещё в сражении с порождениями тьмы. Поэтому мы его здоровье бережём. Это оказалось сложнее. Угран нам поможет. Угран нам поможет. Угран нам поможет. Игран нам поможет. Угран нам поможет. Угранちゃん победила. Угран. Умара. Да это уже слишком. Это уже слишком. Они берутся из нас. Потому они ненавидят нас. Потому они не могут без нас. Потому они забирают нас. Потому они сытно кормят нас. Но настоящим чудовищем становятся не против воли, а по собственной воле. Бранко. Любовь моя. Камень наказал меня, друг мой. Так, ну в общем-то мы смогли убить матку. Сейчас к ней подойду. Узнаю, что же прячется в ее отвратительном теле. Бомба, разлагающая душу. Есть какая-то броня. Защита 18. Думаю, что стоит взять. Камень жизни нам вообще не нужен, оказывается. Это я ошиблась. Это что-то другое. Осколок духа тоже, оказывается, нам не нужен. Вот. Рупим, ладно, его продавать придется. Было достаточно сложно. Я проходила несколько раз. Узнавала, как это лучше сделать. вот, могу вам рассказать, как это лучше сделать. Первый раз вы видели, я проходила и попала. А когда вы отводите в эти коридоры своих парников и главного героя, есть там место, ну, практически минимальное. Оно у вас попадает, но дольше вы можете сохранить себе жизнь. Эти щупальца, они убиваемые, они не бесконечные. То есть, если вы будете долго их бить, когда подойдете очень близко к матке, первые половины, так сказать, сражения, когда у нее жизнь, когда жизнь у нее еще наполовину, вот, эти щупальца не будут доставлять вам неприятность, если вы с ними разобрались. Затем уже подойдут порождения тьмы. Придется с ними расправляться. У моего главного серого стража, у него много бомб. Поэтому я использовала эти бомбы в ближнем бою. Затем отходила на безопасное расстояние, чтобы они снова восстанавливались. И уже сражала с помощью магов. Лириума у меня не было. На какое-то время не хватило маны, чтобы использовать групповое исцеление. То есть, я их лечила. Каменный кулак. Очень огромный урон наносит. Вот. Насколько хватило. Потом уже, когда заканчивается мана, но у Морреган она быстрее восстанавливается, даже если нет Лириума, вот что я заметила. В дальнем расстоянии они могут использовать магию. Урон минимален, но если у вас долгое терпение, то вы сможете ее убить. Морреган я вставляла для того, чтобы он защищал этих магресс и избивал сынок по рождению тьмы. Вот такая вот у меня была тактика. Первый раз, когда я проходила, я проходила именно вот в этих коридорах. Оттуда я использовала магр. И на дальнем расстоянии убивала матку. В этот раз у меня так не получилось, потому что уровень сложности намного выше. Кошмарный сон. Первый раз я на высоком уровне проходила. Было легче. Поэтому я на самое дальнее расстояние отошла. И проделала то же самое, но и в прочем, в прочем, видели. Все происходило. Ну и дочь нам помогала. Можем двигаться дальше. Эту женщину, похоже, готовят к тому, чтобы стать новой маткой. Я думаю, что нам придется ее убить. Потому что нам не нужно, чтобы снова такие паразии в тьме бесконечным количеством рождались на свет. Тем более, думаю, эта женщина сама уже не чувствует в себе жизнь. Она сама уже мучается. Потому что она сама попросит у нас, чтобы мы ее... Сохранимся по-нормальному. Там, по-моему, мы все собрали. Можно включить команду стоп, чтобы напарники следовали за мной. Аши сработались. Погран вообще молодец. Вот такие суперские умения. Например, раскол брони сразу же на половину жизни забирает противников. И удар Эфисом избивает с ног противника. Ну, прокачанный гном такой нам попался. Мне понравилось сражаться пограном. Здесь такая напряженная обстановка. Вот эти вот удары на заднем фоне. Очень тревожная. Мы сейчас подошли к другой карте. Называется «Наковальня пустоты». Это древняя кузница. Кореина гном его совершенного. Открышево утерянное ныне искусство создания големов. Я думаю, что нам нужно будет уничтожить эту наковальню. Там мы найдем ранку. Давайте отправимся к следующей карте. У нас доступна новая местность. Такие уголки именно заходили даже регионеры мертвых. Ну, сюда, я думаю, добралась Бранка. Если мы где Бранку и найдем, то здесь ее врасплох не застанешь. Огурно придется разочароваться в своей любимой женщине. Его ждет тяжелый удар. По его нехрупкой гноме душе. По его нехрупкому, но нему мужскому сердцу. Ему придется это пережить, потому что сценарий такой приготовили нам разработчики. Что это было? Позвольте, я буду с вами грубоватой. А то у меня все эти реверансы уже поперек горла стоят. Надеюсь, вас это не смущает. Чтоб у меня Зата блес, чтоб я эльфом стал. Бранка, святой камень, я еле тебя узнал. Огрен, значит, ты нашел таки путь сюда. Надеюсь, путь отсюда тоже найдешь. И как же мне обращаться к вам? Ланц Кнехт последнего лордика, решившего меня поискать, или просто тот первый, кого не смутил перегар Огрена? Будь почтительна, женщина. Ты говоришь с серым стражем. О, дороговатый, должно быть посыльный. Полагаю, случилось что-то важное. Эндрин умер? Он и при мне еще помнится. На ладон дышал. Так, я вот поправила микрофон, чтобы не было лишних шумов. Бранка действительно непочтительна, но представьте, вы на ее месте пять лет на глубинных тропах. Грех не свихнуться. Она здесь преследовала свои цели, и совершенно ей не нужно было, чтобы мы ее спасали. Если та женщина, которая была с ней в лагере, то есть она была в ее группе, кто вместе с ней отправился на поиски наковальника Редина, сказала, что Бранка предала ее, что Бранка делала что-то страшное, что та до сих пор не может прийти в себя, несмотря на то, что она превращается уже в какое-то чудовище. Я думаю, что она порождением тьмы отдала всех своих людей из лагеря для того, чтобы что-то реализовать. Возможно, это связано с наковальней пустотой. Я точно не помню. Я помню, что это связано с этим. Но давайте спросим у нее, раз у нас есть такая возможность. Да, он мертв, а Ассамблея никак не может принять решение. Его избранный преемник Харумонт ищет вашей поддержки. Харумонт, говорите. Невыносимый хвостун с кованой традициями. Ни единого памятного события в жизни. Я скажу вам тоже, что и всем, кто думает, будто я могу сотворить им короля. Так вот, если Совет посадит на трон пьяную мартышку, мне будет все равно. А все потому, что нашу защиту, наше величайшее изобретение, зависть армии всего мира мы проворонили. Да не просто так, а отдали в лапы тем самым порождением тьмы. Наковальня пустоты. То, с помощью чего древние создавали свои армии из големов и не давали первому архидемону даже подняться. Она здесь, так близко, что я ее чувствую. Да, нам бы не помешала армия из големов. Вы представляете, сделать армию из големов? Это действительно был бы огромный перевес в нашу пользу. Но и они бы служили на стороне добра, так сказать. Но, насколько я помню, она ничего хорошего не сулит. Эта наковальня пустоты восстановить будет ее большой ошибкой. Именно почему, точно сказать не могу, потому что не помню. Но в общих чертах помню, что происходило, да? Когда подойдем, тогда и узнаем. Похоже, вам не помешает помощь со стороны. В чем трудность? Наковальня находится на другом краю полосы ловушек, установленных самим Каридином. Мы с моими подручными отдали тело и душу, чтобы раскрыть ее секреты. Вот что важно! Вот что имеет неприходящее значение! Если у меня получится, выиграет весь народ гномов, а короли и политики, это все эфемерно. Я отказалась от всего. Принесла в жертву все, чтобы добраться до наковальни пустоты. Мы уже поняли, она принесла в жертву всех, кроме себя, чтобы именно она могла добраться до этой наковальни пустоты. Потому что эта женщина жестока и своей цели добьется любым способом. А Огран, видимо, не замечала этого в ней, хотя жил с ней пять лет. Или сколько? Пять лет назад она пропала. Сколько он с ней жил, неизвестно, но все-таки он ее муж, значит, думаю, год да знает ее. Раз он так тепло отзывается, значит, все-таки у них какие-то отношения были теплые хоть какое-то время. Она нас использует, чтобы мы обезвредили ловушку, а потом еще один неожиданный поворот будет в разговоре с ней, мы что-то узнаем. Ты имеешь в виду Геспит и других членов своего дома? Довольно вопросов. Если хотите, чтобы я приняла участие в этом дурацком голосовании, принесите мне сперва наковальню. Есть только один путь наружу, страж. Вперед, через лабиринт Каридина, туда, где ждет наковальня. Что с тобой сотворило это место? Я помню, как женился на девочке, с которой минуту поговоришь и видишь все ее прелесть. Я ваша совершенная. Да не знаю, мне кажется, она такая и была. просто влюбленный огранок этого не замечать, как часто бывает. Именно те люди, кто любят, не замечают и принимают все, что может приносить вред другим людям, может просто принимать как должны, потому что любят. Ну, как в розовых очках смотреть на это все. Бранка обманом заманила вас в комнату полную ловушек и заперла там. Похоже, Бранке не удалось обойти эти ловушки, она хочет, чтобы вы сделали это за нее. Путь и назад нет, вам нужно пробиться вперед к наковальнию пустоты. Смотрите, этой Бранке даже без разницы, что в нашей команде ее муж пьяница, но я думаю, может, он любил выпить, но окончательным алкоголиком устал после того, как она его покинула. Ну, есть такая склонность у мужского пола. Я не говорю про всех, но все-таки преобладает с перевесом большим. И смотрите, она нас здесь закрыла, типа, я не закрыла, видимо, завалила проход, потому что здесь есть только лабиринты, и нам нужно в любом случае будет найти себе выход отсюда. Значит, мы ее искали, и все без толку. Я думаю, что от нее толку мало, и нет смысла ее вести обратно. Да, она похожа на держимую. Что у нас на карте? Так, это у нас глубинная тропа, а здесь еще должен быть проход. Я хочу подойти к краю, посмотреть, что же здесь. А вот она, закрыла дерево на ней. Кипящая лава. Проход только один. Вот он. И он ведет к ловушке Каридина, которую нам нужно будет обезвредить, и она хочет воспользоваться нами. Но ей не жалко нас. И пофигу на все, что происходит в Арзамаре, кто король, тоже без разницы. Она хочет заполучить эту муковальную пустоту. Возможно, она много неприятностей принесла. И Каридин об этом знал, поэтому он исчез. Ну, не буду загадывать, я помню, что там что-то будет такое. Нужно будет выбрать сторону либо големов, либо Каридина. И что-то такое должно быть. были испытуемые для проверки ловушек Каридина. Их нельзя изучить иначе, чем путем проб и ошибок. Я запускала их внутрь. Они все вновь. К моему дому и не захотели помочь. Они пытались покинуть меня, даже моя милая Геспит. Она не должна была уходить. Она мне присягала. Она клялась сделать все, чтобы найти наковальню. Геспит была ее любовницей, как вы помните. Явар любит у нас разнообразие всяких разных романтических отношений. Ну ладно, пусть тогда будет здесь у нас. На быстрый панели. Кто-то разобралась. Ну хорошо. Смотрите, этажи Валериума мы можем подзаряжать ей наших магов. разобраться. к этому всегда и приходит. Приятно. Команды. Команды. Они решили окружить наших видничек. Так, нужно освободить проход. Слишком мушек много тут. Да я ей вообще пофигу по-моему. Огран здесь не огран. Она даже не хочет нам помочь. Она как-то специально это сделала. Никакой поточный. Может мы у них найдем аптечку? Она мне присягала. Она клялась сделать все, чтобы найти наковальню. Другого выбора не было. Большинство из них уже умирали от скверны. А некоторые, некоторые из женщин преображались. Я знала, кем они станут. Неиссякаемым ресурсом. Поставщиками порождений тьмы для проверки ловушек. Они по-прежнему могли помогать мне двигаться к наковальне. Это был единственный путь. От них порождений тьмы мы выдержали. Вот еще бегут с конечным количеством пробегов. Я чувствую других порождений тьмы. Готово! Край! Край! Вот он решал с другой стороны обойти, видимо. Я взяла и выкинула. Магический навык моря. Из того, чтобы его исполнить. Наговато. Тебя надо забить снова. Ты дотошный. А гном у нас самый стойкий. Не падает от землетрясения там. Пойду и воспользуюсь Рилемом. О, мы можем сделать аптечку. А винт сейчас окружит. Так, ее кто-то заморозить умудрялся. А где музыка? Пора поблиться. Вот Генла Кремиссара, думаю, что стоит. С ним расправиться. Блин. Нужна еще одна жила Лириума. Блин, да че такое? Почему я не могу ее воспользоваться? Я не могу. Я не могу. Да не надо мне ничего. Конечно, когда зомби укушен, его убивают, иначе он убьет больше. Иначе он убьет больше. Прямо в лагере. Так что, если так все происходило, то ее можно понять, да? Я постараюсь. Потому что эти женщины превращались в чудовищ. Ну, хорошо. Ну, она разговаривает как одержимая своей идеей. И готова пожертвовать всеми ради своей цели. Поэтому... Под вопросом, что она тут говорит, что они вот ее предали. Уж похоже, что она их могла предать. Хотя... Они почему-то ей клялись в верность. Она же совершенная. Умерзительно все. Фу. Ого, красавец. А че, у меня бомбы закончились? Ну, бомбы закончились. Ну, бомбы закончились. Ну, бомбы закончились. Ого, они уже убили. Блин. Нужно всех увеличить. Огромы нельзя убирать. Че, толку я ему перетащила припаркивать. Он его щас убил. Ого. 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 Ильин, кстати, могла воскресить Огрома, но я и почему? Заблудилась, забылась. Что тут вообще нужно от нас? Ох, я для этого слишком стараюсь. Ну зачем нам где-то метист? Огром вообще, я не знаю, как он жив после стольких ранений. Золотишко, золотишко. А они хранят ковальнюю пустоты, как вы успели заметить. О, с этими срунами. Они не хотят. Они не хотят нас подпускать слишком близко. Я только что взяла кинжал с рулами. Прям делся. Руна холода против параллельной смены. У ВИН был глубинный гриб. Она не может ничего изготовить. У нас нет реагентов для возгонки. Порождение тьмы не такие, они не заканчиваются. Поэтому, как бы вы не были сильны, если слишком долго пробыть на глубинах тропах, рано или поздно не уберешь. Труд гнома. Еще один кинжал с руной. Это все големы. Вот это странная конструкция. Сейчас еще с големами нужно будет сражаться. Это яд, что ли? Это яд. Яд. А это яд. Да он сейчас расквасит его просто. Винно-лучи всех. Так, теперь все на этом. По одному они оживают. Чуть легче. Блин. Помер. Как-то сложновато мне. Что прикажешь? Так и стихи. А тут где-то была жила Лириума. Погоди-ка я ее найду. Она тут недалеко. Так, а почему они не смогли воскресить сюда? Не нужно жила Лириума, чтобы воскресить кого-нибудь. Например, Серого Стража. А я использовала уже и все. Видимо. Мы померли, к сожалению. И это не так, и не так. Не нужно отмечать. И все. Так, поучили все. Играет музыка. Чёрт! Что? Больше не осталось? Нет, не осталось. Блин, нам нужно вылечиться. Там еще остались жилы Лириума, и нам нужно до них добежать. Жить захочешь, что угодно сделаешь. Так, лечимся. Пока она жилу Лириума возьмет. Так. Увин повышен уровень до семнадцатого. Мне нужно, чтобы у него было здоровье лучше. О, мы с магией у него пока все замечательно. Нарцающий щит, боевой маг. Что у нас такое? Аура очищения. Пока действует эта способность, заклинатель испускает волны исцеления и очищения, которые каждый несколько секунд восстанавливают здоровье всех. Находящийся поблизости союзников, исцеляет транс союзников непосредственно рядом с заклинателем. Покачаем. Огран, для тебя я нашла аптечку. Отвечая мне, дорогой, Огран. Так, Огран. Аптечка. А вае, Огран, в чистящих. Отвечая аптечки недостаточно. Она слишком мало. Это яд, что ли? Я не понимаю. Здесь распыреле яд. Газовый винт, сейчас мы его перекроем. Перекроем. Так, закрыли клапан, чтобы здесь не травануться всем. Всё, теперь можем посмотреть, что у нас тут в спокойной обстановке, и ещё четыре голема нет, два. Я думаю, нам всё дает, верю. Прелестно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...